Мне кажется, что Кремль уже перешел какую-либо грань, и после этого образ государства-террориста Путина уже не волнует. Более того, на мой взгляд, именно Кременчук — это как бы специальный акцент на то, да, мы террористы, да, мы готовы убивать мирных граждан, да, мы готовы делать способ, при котором жертв будет максимально много. И вот что вы с нами делаете, единственное, что вы можете сделать в нашем понимании, в понимании Кремля, это пойти нам на уступки. Иначе мы будем убивать именно мирных граждан. Ну, у нас немало было до этого обстрелов, которые были направлены именно против мирных граждан, против гражданской инфраструктуры. Но всегда, скажем, для мировых средств массовой информации, для мировых лидеров, да и для многих в Украине, всегда как бы оставался вопрос. Была ли это специальная наводка по гражданской инфраструктуре, именно по жилью, или это все-таки там случайно, из-за неразберихи, плохого качества российских ракет, не умелое направление их, прочее, прочее. Даже вот эти позавчерашние атаки по Киеву, ну, как бы, они же сами, как бы, пробовали еще, как бы, себя оправдать. Мол, били по заводу Артема, там, дальше Ошла сплошная. Но, как бы, и многие могли предположить, а может быть, действительно, били не специально по гражданским домам. Ну, как бы, доказательств до этого было очень много везде. Харьков. В Харькове лупили именно по тех районах артиллерии, градами, ракетами, где точно нет военных объектов. Били прицельно по мирных жителях. Мариуполь тоже били. Но как-то это все как-то терялось. Терялось и в Мариуполе, ну, как бы, Мариуполь далеко, глубоко в оккупированных территориях. Туда не поедешь, этого не посмотришь. Как бы, ты не будешь присутствовать при всем этом ужасе. Хотя было, было довольно много материалов, но оно, как бы, не составило максимальную картинку для именно западного потребителя информации, к которому, мне кажется, вот это было прямое обращение сейчас со стороны Путина. Удар по Киеву, при том всем, что они могли крутить что угодно, да и у нас не все были уверены, били ли умышленно по жилых домах, но это уже вызвало определенный резонанс. Это удары по Киеву. Ну, собственно, это второй за последний там месяц удар по Киеву. Первый мы помним, когда в Киеве был генеральный секретар ООН. И били, кстати, по тому же самому микрорайону, по соседнему дому. То есть удары шли туда, как бы был сигнал. Но что-то еще не сработало. Еще не восприняли Россию, как уже абсолютное зло, которое может только множить и которого нужно бояться в понимании Путина. И вот удар по Кременчугу, он оказался, на мой взгляд, как бы сигналом закрепления. Поскольку прошлый удар по Киеву, ну, он получил огласку, очень серьезную огласку. Он произошел как сигнал именно к целой группе мировых форумов. Основной форум это саммит Евросоюза, ну, собственно, заседание Европейского Совета. После этого заседание саммит G7, после этого саммит НАТО Мадридский. И вот в эту тройку событий был нацеллен сначала удар по Киеву и для закрепления уже умышленный, абсолютно безусловно умышленный удар по гражданским людям в Кременчуге. То есть на самом деле они не пробуют скрыть это. Даже те оправдания, которые появились, там какой-то Котеночкин или как его, я уже не помню, какой-то расистский мелкий пропагандист там что-то писал, что это сами украинские военные сделали. Это как бы только для подстрастки, для того, чтобы вызвать еще большее возмущение. То есть они умышленно били туда, где будет страшнейший вид. Они понимали, как это будет выглядеть, когда будет мощный удар двумя ракетами, мощными ракетами. Х-22 это мощнейшие ракеты. Они не слишком точные, но они использовались как противокорабельные ракеты для уничтожения авианосных групп. Они используются обычно с ядерным оружием. Это сильнейшее оружие. И они знали, какой будет эффект, как это будет выглядеть. Они понимали, что там будет очень много жертв. Плюс два удара ракетами, по сути, в одну точку, в один торгово-развлекательный центр. Не оставляют сомнений, что били умышленно именно туда. Не по соседнему, там немножко дальше заводу, даже не по вокзалу. А именно по этому центру. Именно туда, где будет там тысяча людей. Где неизвестно, сколько будет жертв. Мы до сих пор еще не знаем окончательного количества жертв. По крайней мере, на то время, когда мы пишемся, еще существуют официальные сообщения, там меньше 20 жертв. Но я думаю, что там будет намного больше. Там был страшнейший пожар. Оттуда просто выбраться было невозможно. И разбирать эти завалы, искать там людей, это не дело одного часа. И даже не одного дня. Потому, я думаю, что это типично для России, как для террориста. Они ведут себя именно как террорист. И считают, они уверены, что с террористами будут вести переговоры. Они то же самое делали и раньше. Они то же самое делали в Грузии в 2008 году. И у них тогда сработало. Они тогда довольно демонстративно били по гражданским объектам. Они убивали мирных граждан там на границе Тхенвала и уже грузинских сел. Они спепеляли там села. Они убивали людей. Они убивали людей в горе. Они не очень-то прятались. Они это делали очень демонстративно. И они увидели, с ними пошли на переговоры. К ним пошли на уступки. А жертву объявили виновникам. Я думаю, что у Путина, который мыслит вот такими историческими параллелями. И считает, если это удалось когда-то Гитлеру, потом Сталину, потом уже ему лично, то это сработает снова. Просто у него была уверенность, что было недостаточно много жести, недостаточно много крови, недостаточно много страха. И вот это и произошло сейчас в Кременчуге. Это посылание мировому сообществу. И весь вопрос в том, как оно отреагирует. Мне кажется, что ответ будет все-таки совсем не тот, на который рассчитывает Путин. То есть ответ испугаться и дать задний ход не будет. Хотя попознавение, конечно, есть. Это ведь еще и сигнал и по Литве. И вас это может ожидать. Но Литва продемонстрировала то, в чем, может быть, была слабинка Европейского Союза. Ведь в Еврокомиссии начали говорить, а может мы все-таки откроем транзит для российских грузов весь без ограничений в Калининградскую область. И Литва, которая сейчас под самой большой угрозой, заявила, нет, мы наложим на это вето. То есть на самом деле Путин впервые встретился с теми, кто не согласен отступать. И вот те, кто не согласен отступать, они, я думаю, основным массам мирового сообщества не дадут включить заднюю передачу. Вот это, наверное, главный просчет Путина. А сам удар, ну это уже откровенно, это уже демонстрация, мы страна террорист. И что вы с нами будете делать? Ну, я думаю, что это еще и в меньшей степени, не основной, но это и сигнал в сторону Украины. Мы переходим от войны против инфраструктурных и военных объектов, которая все-таки была больше на суху. Хотя, все равно напомню, если брать не только ракеты дальней или средней дальности, а обстрелы, грады, ураганы, смерчи, то основная ведь их масса была направлена против живых районов, не против военных инфраструктурных объектов. Но все равно это не отчеканилось в восприятии очень многих людей. И вот сейчас это как бы угроза. У вас нет в Украине ни одного безопасного места, куда бы мы ни ударили, именно по скоплению мирных граждан. Вот такая угроза. И надежда, что мы сломаемся. Я думаю, что в Украине точно это вызовет только ненависть, только злобу и желание мести, а ни в коем случае не сломаться. Возможно, есть расчеты, возможно, ведутся какие-то параллельные, тихие переговоры, которые не афишируются. Об этом есть очень много намеков. Там группа Арахамии крутится постоянно. Любые жертвы для них не имеют значения. Я хочу, кстати, напомнить, что стамбульские переговоры Арахамии подалека и Александра Чавова, где они делали такие предложения со стороны Украины, что даже русские постеснялись настолько нагло требовать, свои требования вставлять, которые им предложила украинская сторона. Но это было предательство абсолютно высшей марки. Признать Россию основным гарантом безопасности Украины. Отказаться от любых других коллективных способов защиты и все прочее. Так вот, это произошло после того, как уже наши вошли в Ирпень, уже началось освобождение Бучи, там первые улицы, прочие. Уже были все эти кадры, особенно с Ирпеня, лежащих на улице расстрелянных людей. Это уже было. И это не остановило вот этих переговорщиков, которым плевать на жертвы, на страдания. И главное, о чем-то договориться с Путиным, с его окружением для того, чтобы иметь свой бизнес. Ну, Архамья, все помнят, энергетический бизнес, российское электричество под видом белорусского заходит в Украину, и они уверены, что это не сделают и позже. И вот сейчас я не исключаю, как десятый мотив, все равно, это не первый мотив. Первые два я назвал. Это сломать своим терроризмом западное сообщество, напугать и сломать украинцев. Но это еще и как бы дополнительные аргументы. Вот тем, кто рассказывает, тот же Архамья, у нас каждый день гибнет там, пропадают, мы теряем до тысячи людей, тысячи наших бойцов. Это ведь то же самое. Это напугать. Это ведь нас страшнейшее. Мы теряем всех. Потери ужасные. Потери он завесил. Ну, по крайней мере, если брать те, которые я назвал Зеленский, которые, в мое отношение к нему известно, но он имеет статус верховного главнокомандующего и полную информацию, он назвал ровно в 10 раз меньше нашей потери, официально назвал, от тех, которые назвал Архамья. И тут Архамья поднимает ставки, перед этим подолят, потом Архамья, вот эти участники переговорных групп. И я не исключаю, что это запугивание, ощущение террора, и который пробует навязать пути незащищенности каждого украинца, оно как бы к августу. На август, когда Украина будет готова перейти к контрнаступлению, все говорят, и западные эксперты, и украинские эксперты, к этому времени России нужно будет выйти на переговоры. И у нас общество, по мнению Путина, по мнению его коллаборантов путинских, Архами и всех этих, всех прочей дряни, по их мнению, вполне возможно, что вот таким запугиванием террора можно будет украинцев склонить к тому, что нужно пойти на переговоры под любыми предлогами, под любые условия, под любые потери, в том числе и территориальные, и моральные, и по возмещению, и по всему прочему. Был ли такой мотив? Ну, не знаю, может быть, постфактум используют, но тоже. То есть, грязнейшие мотивы, которые не учитывают одного, пассионарности украинцев, неготовности стоять за свою страну, и пассионарности, по крайней мере, части европейского сообщества, и плюс уже сложившейся позиции в G7, да и в НАТО тоже, которые тоже не дадут сработать вот этим планам Путина. А главное, ну, еще раз говорю, это террорист, который уверен, что чем жестче он будет себя вести, тем больше и вероятность, что с ним переведут переговоры. Спасибо. 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 Спасибо.